В очередной раз тему нового украинского закона об образовании прокомментировал посол Венгрии в Украине. Дипломат настаивает, что Украина должна внести изменения в ту самую статью, седьмую, закона о языке преподавания, и еще раз подтверждает, что его страна будет блокировать любые европейские инициативы для Украины, пока наше государство не изменит свою позицию. Это Венгры собираются обсуждать с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, чей визит Будапешт намечен уже на 12 октября. Вот возможно ли такое изменение позиции Украины? И можно ли убедить европейцев, что в таком виде украинский закон имеет право на существование? Обсудим это все с Лилией Гриневич, министр образования и науки Украины, гость нашей программы. И спасибо вам огромное за это, Лилия. Здравствуйте. Давайте еще раз зафиксируем. По вашему мнению, в этом законе нужно что-то менять или не нужно? И что будет, если все же, например, Венецианская комиссия или Совет Европы скажут, что изменения вносить нужно? Вы готовы это сделать? Я считаю, что ничего не нужно, нужно работать над имплементацией закона. Почему мы это сделали? Давайте начнем с этого. Прямые факты. Два последние годы мы проводим внешне независимое оценение для всех детей, не только для тех, кто вступает в высшие учебные средства. И что выяснилось, что в местах компактного проживания, в частности Угорской, а также Румынской громады, мы имеем ситуацию, что, например, в Береговском районе 75% выпускников не складывают ЗНО с Украинской мовы на допустимый порог, чтобы претендувать на вступ в высшие учебные средства. Это означает, что эти дети фактически дискриминованы. Они сегодня не могут ни поседать государственные посадки, потому что они не знают Украинской мовы. И они не послуговываются нею. Знаете, в усих международных документах, которые мы ратифицировали, связанные с мовами меньшин, есть одно очень важное положение. Итак, меньшины могут научиться мовою или изучать мову, но только в том смысле, чтобы это не шкодило или не уменьшило использование государственной мовы. Мы сейчас имеем доказательства о том, что это, на самом деле, шкодит. Вот то, что мы фактически вытеснили украинскую мову из этих школ, и они изучают только украинскую мову как предмет, это не помогает ее изучить. В связи с тем, я уверена, что эта изменя, на самом деле, расширяет их права. И мы будем доводить это... Права как граждан Украины. Как граждан Украины. По доступу к посад. И я пояснювала нашим европейским партнерам. Мы не будем уменьшивать вивчение родственной мовы. Но вы будете возможность дать, мать, для выбора, для ваших детей, и мова родная, и мова государственная. Понятно ваша позиция. Лиля, вы смотрите, по реакции на этот закон все-таки складывается, что это закон об украинском языке. Вам, как савтору этой реформы, не обидно? Вы скажите, какие еще перемены в образовании в украинском уходят как бы на второй план, и сейчас не видны из-за вот этого вопроса языкового? Я очень надеюсь, что это перетереться, и наконец мы начнемся говорить реально, что изменится в образовании. А этот закон будет базовый, и он охотирует изменения от дошкольника и до образовании взрослых. Потому что основное гасло – вчитесь во время жизни. Свет динамический, нужно улучшить в профессии. И старшие люди также имеют право вчитесь. И что наиболее изменится, это украинская школа. И я считаю, что это уже давно нужно было сделать, потому что сейчас школа пасе задних поревняно с рухом общества. В связи с тем, что знания очень быстро накопичаются, а дети не получают в школе то, что им нужно для жизни. И идея ключевая изменения в школе – перейти от школы, где напихают знаниями, и более теоретичными, до школы компетентностей 21-го столетия. И это все виписано в законе, и данные инструменты. Мы также урязноманитируем формы добывания обучения обучения. Від там, скажем, домашней, дистанционной, очной, вселякой и даже мережевой обучения. Когда человек может добывать обучение обучения в разный способ. Потому что, за счет информационных технологий, эта палитра очень увеличилась. Мы в этом законе также даем очень много положений, связанных с инклюзивной обучением. Для детей и людей с особливыми потребами. Мы хотим переламать эту культуру, которая еще тянется с Российского Союза. Когда люди с особливыми потребами должны быть изолированы. Их никто не видит. Мы сейчас, в связи с этим законом, делаем место между рынком работы и системой обучения. Система обучения должна быть ориентироваться на ожидания работодавцев. А не создать какая-то дополнительная паралельная система в работодавцах. Потому что государственная система не дает им продукты. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что главная идея – это подготовить детей к работе, к взрослой жизни. Правильно я понял? И чтобы они стали успешными. И могли самореализоваться, соответственно, своих талантов. Но это благие намерения. Лилия, мы встречаемся в день, когда поздравляют всех учителей. В воскресенье – день учителей. Но по традиции, конечно же, учителя принимают от своих учеников и бывших и нынешних поздравления именно в эту пятницу. Я дам вам возможность поздравить ваших коллег, тех, всех, кого вы возглавляете. Но при этом вы должны дать этим людям не только их поздравить, но и дать им надежду на материальное какое-то улучшение. Президент Украины на вчерашней, кстати, встрече с работником из сферы образования пообещал учителям существенный рот зарплат. Вот поздравьте учителей цифрами. Скажите, на что им можно реально рассчитывать? Так. Наступного року заработная плата учителям зросте орієнтовно на 25%. И если этого года мы просунули их по тарифной сети на два тарифные разряды до горы, мы планируем еще на один просунуть наступного года. То есть это реальное поднятение социального статуса учителя. Но мы также ожидаем, что учители будут открыты до реформы. Потому что им нужно будет увеличивать свою квалификацию. Потому что учители должны развиваться и учиться так же. И я тому хочу скористеться нагодой и вернуться до всех осветян. Не только учителям. Это вихователи, это позашкельники, это те, кто работает в профессионально-технической обучении и наши учитатели в университетах. Я хочу им побажать неспокою творчого. Чтобы они понимали, что система обучения должна развиваться и идти вперед. И каждый из них так же мусит идти вперед. Это дает желание жить и радость. Радость в том, что ты постоянно развиваешься. А еще здоровье, силы духа, слагоди в их родинах и желание работать в этой профессии. Я, безусловно, тоже присоединяюсь от всей нашей редакции. Также поздравляю всех педагогов с их профессиональным праздником. Вам, Лилия, хочу пожелать неспокою реформаторского. Счиро дякую. Дуже приятно. От всей души с праздником. Спасибо, что были наши гости. Министр образования Лилия Гриневич отвечала на мои вопросы.